Так, попробую следить тоже за временем. Есть у меня очень много жаль на этот рассказ. У меня уродская презентация чуть с мимитейками, без всяких картинок. Просто, чтобы как-то структурировать то, о чем я буду говорить, я думаю, что поступлю так, что я буду открывать слайд, там будут написаны какие-то вещи, за которые можно зацепиться, и я буду комментировать просто то, что на этом слайде выделено чуть подробнее, потому что в целом тема большая, в ней много аспектов, нюансов, по каждому, по сути, слайду, которые у меня получились, можно сделать отдельный какой-то большой разговор, но мне хочется, наверное, охватить то, что кажется мне проблематикой в целом, и то, что кажется мне возможностями в целом. Ну, наверное, еще в качестве какого-то ступления скажу, что у меня есть представление о том, что эзотерические практики, ну в целом, да, как бы такие со звездочкой, поговорим еще немного о том, в чем они состоят. Внутри эзотерических практик много тоже своих флуктуаций и различий, но вообще не научные, да, наверное, какие-то такие практики познания, которые связаны, может быть, иногда с определенной эстетикой. Мне кажется, что несмотря на большее их распространение, в частности, вот инструмента Таро, который в данном случае выбран как пример, он выделен на фоне других инструментов не потому, что он какой-то прям особенный, потому что это инструмент, которым я лично пользуюсь, поэтому у меня есть возможность с ним говорить, ну и потому что он достаточно распространен, и он из западноевропейского контекста, да, с небольшой частью знакомых из нас. При этом, да, несмотря на то, что даже мы чаще этот инструмент видим в публичном поле, чаще видим разговоры об этом, существует множество идей, которые влияют на восприятие этих практик, и, ну, некоторые из них вводят или оставляют эти практики в маргинализованной зоне, мне кажется, даже в стигматизированной зоне, ну, потому что, с одной стороны, кажется, да, что там те же, например, торологи, астрологи везде, с другой стороны, это до сих пор не просто идентичность, чтобы публично позиционировали. Вот, и при этом второй аспект связан с тем, что, ну, наверное, еще включу слайд про проблему. Второй аспект связан с тем, что, вот, первый пункт проблем этой стигматизированности, это ограничение доступа к помогающим практикам в том числе, потому что то, с чем я сталкиваюсь лично, то, с чем я сталкиваюсь, разговаривая с персонами, увлекающимися теми, 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 духовными практиками, эзотерическими практиками, магическими практиками, как бы мы их ни назвали, могут просто, ну, сталкиваться с враждебным отношением среди самых разных помогающих практиков. Мне кажется, что нарративные практики с этой точки зрения могут быть базовые в связи со своей позиции, одними самобезопасны. Но, тем не менее, да, это такая группа, взгляд, которые систематически, ну, неуважительному отношению дискриминации подвергаются, поэтому это может затруднять доступ в помогающей практике в связи с этим сам по себе, в разные, даже если это один из инструментов, ну, маги, тех, кто практикует магию, часто есть много инструментов, помимо классических, более распространенных и конвенциональных помогающих практик, но иногда ими тоже интересно иметь возможность воспользоваться, и ими еще более социально одобряемо пользоваться, да. С другой стороны, иногда хочется, условно говоря, пойти к психологу, но пушновато, например, да, то есть вот такая-то история, с которой я сталкиваюсь, например, ко мне обращались знакомые из эзотерической среды, как говорили, блин, мне не заходят, типа, психологическое консультирование, а можно его как-то это, ну, миксануть немножко, можно, чтобы там что-нибудь было из магии. И это зона, которая, мне кажется, очень интересной, у меня есть много страхов по самостоятельно пока в нее заходить, поэтому здесь про практические какие-то штуки я буду говорить больше, как таро-практик, который использует что-то из нарративной практики, чтобы расширять свои возможности, а не наоборот. Но мне кажется, что вот история про наоборот тоже очень классная, и не так много всего сделано, сколько было бы здорово вдохновить кого-то это делать, может быть, как-то вместе двигаться к тому, чтобы способ этой интеграции искать. Примерно делаю выступление на 5 минут из 15, я вместо того, чтобы кондирую предложение по слайдам, как я обещал, но перейду все-таки к этому. Да, собственно, возвращаясь к тому, почему мне кажется, это проблемой, которую не обязательно для всех будет казаться необходимым решать, но мне кажется, что сделать что-то в сторону решения этих проблем может быть полезно и дать нам много каких-то вещей для использования в будущем. Ну, в целом, об основных пунктах, которые тут описаны, я уже сказала, да, какой-то отделенный от магических воззрений пункт, да, здесь, мне кажется, он просто связан с тем, что в принципе магическое мировоззрение может быть почитаемой историей, поддерживающим нарративом. И это один из пафосов для нарративной практики, который я продашу через свой доклад. Что-то, что мне кажется, очевидным образом может быть для нарративной практики значимым используем. Движение практик навстречу, которые я вижу, и даже немножко говорили о том, что внедрение инструментариев, практик, очень много даже похожих слов, да, эзотерические практики, они практики. Мы что-то делаем, что-то придумываем для достижения разных каких-то эффектов. Ритуалы, церемонии, это на самом деле тоже все изначально из магической культуры. Мы просто сейчас говорим об этом, как о секуляризованных от духовности практиках, но тем не менее вспоминать о каких-то корнях может быть полезно, когда мы привносим их в свою как бы просто психологическую практику. При этом на этом вот слайде «Подвижение практик навстречу» еще хочу сказать о том, что нарративный подход и вот в первую очередь позиция децентрированная, она много делает и для самих эзотерических практик тоже, потому что несмотря на то, что свойственный современным практикам эклектичный подход, ну потому что у нас все-таки не очень много где есть наследование традиций, школ, он сам по себе немножечко постструктуралистский такой, я могу выбирать нарративы, я могу сочетать элементы, которые подходят мне для моего конкретного момента, но во многих практиках, в том числе в чтении таро, общепринятый образ более центрированный, то есть я там таролог, я рассказываю к вере, тот человек, который ко мне пришел, я проводник какого-то знания, которое существует где-то независимо от нас. Такой образ в эзотерической практике тоже есть, и внутри эзотерической практике тоже могут быть иерархические структуры, эссенциалистские идеи, и инструменты нарративной практики могут помогать деконструировать их для того, чтобы расширять свои возможности внутри той магической практики, которой ты пользуешься. Это, собственно, то, что со мной сейчас происходит, что я делаю, пробую, когда работаю с таро. Дальше предлагаю несколько фреймингов, которые опять реабилитируют эзотерику в психологическом контексте. Первый, я это часто повторяю тем своим коллегам, у кого есть много предубеждений относительно вообще спорта, как магия эзотерика, подход к спиритуальности как к религии. То есть к чему-то, что может быть с одной стороны иерархическим дискурсом, подавляющим, каким-то идеями, которые нельзя нарушать содержащимися в себе, что-то, что можно деконструировать, но при этом относиться к этому как к нарративу, который может быть значимым, к чему-то, что имеет право на уважение к себе. То есть это какая-то вещь, которой важно себе напоминать, работая с человеком, для которого это важно. И в принципе, мне кажется, важно оставлять какое-то себе место о том, что такая спиритуальная часть, духовная, даже для атеистически настроенного человека, даже для агностически настроенного человека, какая-то часть, выходящая за пределы рациональности и лингвистичности, она может чувствовать, что это такое поле, где можно поискать ресурс, можно изобрести свою спиритуальность в ходе нашей работы непосредственно. Второй фрейминг магия как сопротивление и присвоение агентности. Важный аспект тоже из истории магического эзотерического практик связан с тем, что эзотерическое знание, там, где оно не было знанием, продуцируемым знатными белыми европейскими мужчинами, это тоже была маргинальная область, но там было чуть-чуть больше власти и влиятельности в том, чтобы эти нарративы выстраивать. Но в целом многоэзотерическое знание, оно построено угнетаемыми группами, оно было территорией свободы для угнетаемых групп. В принципе, начиная с эпохи гегемонии гуманизма, гуманистического знания, но во временной науке, в область магического во многом попадает все, что не вписывается в линию партии гуманизма. И там оказываются в том числе коренные народы колонизируемых территорий, там оказывается женская, там оказывается квирная. И многие опыты угнетаемых групп, они находят форму выражения вообще в магической практике. То есть, мне кажется, важный фактор, который можно помнить, это о том, что это изобретение, способ общаться с реальностью, концептуализировать ее и мысли, который создавался в том числе угнетаемыми группами. То есть, это оптика, взяв которую как основную, и добавляя к ней гуманистическую дополнительную, мы можем получить какую-то другую картину мира, в том числе дать себе более широкий взгляд, что важно для нас, ну так как для нарративных практиков, выйти из рамок... Как буду сформулировать? Ну, мне кажется, в целом мысли понятно. Дать взгляд... В принципе, никогда мы даже... То есть, оптику, из которой мы не деконструируем реальность теми инструментами, которые нам... предлагает... Я их прокомментирую еще в конце, в общем, язык. Это упирается в то, что нарративная практика функционирует на базе языка, а многие магические практики не в прямом смысле язык. То есть, это некоторые не языковые инструменты, которыми мы можем пользоваться, оптика, которая вырастает не из языковых инструментов. Это может давать нам приемные эффекты. У меня две минуты до того. Да, да. Я думаю, вопрос тогда не пометится. Если у кого-то есть вопрос, можно обязательно, наверное, в чатику, уже в чатике ответить. Да, у меня, правда, не показывают его. И мне все время кажется, что я скажу три предложения, и я говорю 30 вместо них. Но потом, наверное, можно будет еще посмотреть мою презентацию, и я быстро тогда пройдусь на вторую часть, потому что многие из них повторяют какие-то тейки, которые я говорю, когда мысли раскрывают. В принципе, магия сейчас еще существует на территории арта и креативности, не только на территории помогающих практик. И там уже раскрываются вот такие важные штуки для нарративной практики, в том числе коллективность, агентность. И дальше я хотела рассказать про то, что такое расклад Таро как инструмент. Но, наверное, в целом какая-то общая идея у всех примерно есть о том, что это. А здесь мне кажется прикольным история про то, что как в нарративной практике у нас есть карта расспрашивания, по сути, расклад является картой разговора. И если в классическом представлении о раскладе я как практик раскладываю его и говорю, что он значит, то то, что я делаю в своей практике, это вот у меня есть два примера того, в какие стороны попробовали пойти. Один – это коллаборативный непосредственно разбор, то есть составляется схема. Иногда даже по поводу самой схемы расклада можно консультироваться с человеком. Вместе придумывайте, какая схема это будет. И интерпретацию вы тоже делаете совместно. То есть у меня как у практики есть знание о том, что это за архетипы, которые оказываются в нашем поле внимания. Но мы можем их переприсваивать, перепридумывать и исследовать отношения с тем архетипом, который нам попался. То есть во многом проводить нарративное расспрашивание по поводу карты с опорой на отношения именно с тем архетипом, символом которого она является. То есть мне кажется, здесь основное различие, которое получается, оно связано с тем, что мы не в процессе разговора приходим к тому, что мы обсудим, а мы взаимодействуем с тем, что нам досталось. И это может звучать довольно удручающе, но это возможная история. Она… вот здесь слайд про то, как можно использовать эти возможности. Один из них, мне кажется, одна из полезностей связана с тем, что это вообще способ выйти на метафорический язык, в котором может быть проще о чем-то говорить. Вообще построить вот эту историю. Не всем просто сказать, на какой белый круг, квадрат, марсианина, похожа твоя тревога или твоя проблема. А при внесении архетипов, которые уже заранее подготовлены, может делать более мягкий в этот вход. Как вот один из способов такого использования. При этом, да, это такой инструмент template, инструмент шаблон для построения своего языка. У нас есть язык символов, мы можем их переприсвоить, переназначить или с ними согласиться. И таким образом построить язык нашей коммуникации в консультировании на основе образного... Ну, то есть второе, это конкретно второе, это просто система, которая уже построена. Иногда проще переприсваивать существующую систему значений, чем придумывать полностью с нуля какую-то. И чтобы сильно еще слишком не задерживаться, вернусь к основному пафосу магического в целом для нарративной практики, это то, что может быть по многих значимых смыслах предпочитаемой историей. У магии есть глубоко индивидуальное подключение к миру, потому что это эзотерическое, заведомо субъективный опыт. Целительское и коллективное. У магических практик часто есть ориентация на событие, содружество, на построение связей, сообщества. И также история сопротивления нарративных угнетенных. Магия — это то, что обращает внимание, магические практики — это то, что обращает внимание на затеняемое, затемняемое, маргинализируемое гегемонными нарративами. И при этом значимая для меня штука, что магическая практика — это отношение и соотношение. И это про отношения с разными самыми элементами мира. То есть оно, в принципе, может расширять возможности нашего жизненного клуба. И классная штука, которая, мне кажется, — это эволюция авторской позиции. Автор — более иерархичная категория, чем со-автор. И так же, как, например, к нам попадает архетип, отношение с которым мы изучаем, мы имеем агентность в том, чтобы иметь возможность установить свои отношения с этим архетипом, но мы не несём постоянной единоличной ответственности за некое курирование нашего экспириенса реальности. Это такая оптика, которая соглашается с тем, что с элементами окружающего нас мира мы находимся в контакте. И они постоянно на нас тоже влияют. Не всё в этом мире мы создаём как автор. Часто мы с миром являемся со-автором своих отношений к ним. Вот как-то так. Я бы сформулировал это в итоге. Спасибо. Сейчас зайду, посмотрю, если есть вопросы. Простите, пожалуйста, что задержались, но у меня отсутствие навыка просто оценки своей болтливости. Совершенно всё время кажется, что всё мало. Хорошо, спасибо. Давайте, да, на этом... Сейчас мы уйдём на перерыв. Получается, мы возвращаемся в 12.30 по Москве. И в чатике, да, есть вопросы, есть отклики. Зайди, посмотри. Да, я могу как бы пока, типа, перерыв. Просто, в смысле, пусть уходят, если хотят, а я отвечу вслух на эти вопросы, которые в чате. Или так как перерыв, мне пора себя их прочитать. Я не знаю. Ну, наверное, сейчас какой-то... Мне кажется, что можно, наверное, если кому-то хочется поболтать, можно поболтать, почему бы и нет. Вот. Но, да, в 30 минут мы вас остановим и продолжим дальше. Да, окей, хорошо. Ну, я просто тогда посмотрю, если где-то есть именно вопрос, то я на него отвечу. А за комментарии всем большое спасибо. Сейчас я их прочитаю. Магия как поиск своих. Вот вопрос вижу у Гали. Для себя не решила один вопрос. Как тебе идея в магических практиках, что у них у всех есть вообще магические способности? Ну, мне лично эта идея плохо. Ну, она как раз из той истории, которая про то, что эзотерика как термин – это недоступное знание. Это вот про ту часть, в которой говорили, что инструменты деконструкции могут быть полезны для магических практик в том числе. В моем опыте применения деконструкции к разным системам эзотерического знания, которые я использую, изучаю, которыми интересуюсь, оно мне скорее помогает расширять возможности. То есть я понимаю, что у меня появляется больше возможностей контакт. Не всем на самом деле эта децентрированная позиция тоже подходит. Иногда к тебе приходит человек, именно чтобы ты рассказал ему, как в этой системе знания все устроено, ему хочется отнестись к тебе как к эксперту, так же, как это с психологами происходит. Ну, то есть тоже вопрос индивидуальности. Но идея некой врожденности, магического таланта, недоступность его для некоторых людей мне, ну, в эссенциалистском смысле, мне не очень близка. Мне кажется просто, что есть такая история, что, ну, в каком-то смысле отсутствие магического таланта это отсутствие интереса к тому, чтобы этим заниматься. Ну, то есть это то, что можно таким образом фреймировать. Я не верю в то, что если тебе хочется погружаться в эти практики, у тебя никогда не получится, потому что ты родился неспособным. Мне кажется, скорее просто есть магически ориентированные и совсем не магически ориентированные люди, и вот так это можно разделить. Нет способностей, в общем, у тех, кому это не надо и кто в это не верится. Ну, там, ты знаешь, просто эзотерически... Спасибо огромное, я вспомнил... Я хотела сказать спасибо, Нат. И я хотела сказать, что я тоже полностью это разделяю, просто штука вот с эзотерическими всякими закрытыми сообществами, именно эзотерика, это же закрытое слово само. Оно как раз родилось, на мой скромный взгляд, то, что я читала, именно из этой идеи, что это не для всех. И это, мне кажется, сильно вредило, что ли, вообще всей магии в европейской парадигме. Например, я изучаю сейчас шаманизм, там вообще другое. Там, если ты шаман, то тебе так супер не повезло вообще-то. Ну, то есть это не то, что ты можешь выбрать или... Ну, как бы там нет этой эзотеричности абсолютно, но это другая совершенно, я понимаю, культура, к которой я не принадлежу, мне сложно говорить за них. А вот европейской традиции, да, вот это очень... Милитарность присутствует... Ну, в истории самой, вот в этом нарративе эзотерики, она как бы, её оттуда сложно вынуть. Поэтому мне интересно было потом ещё поговорить, поразмышлять про это ещё. Да, да, согласен, спасибо большое. Ну, да, это тоже про что я говорю, что за счёт того ещё, что... Магия и магическое мышление, оно маргинализировано и стигматизировано во многих случаях, оно слипается в единую массу. На самом деле там тоже очень много всего разного. И там тоже, да, есть элитизм, есть эссенциализм, есть запертость и недоступность, а есть горизонтальность и креативность, всё совсем по-другому. Ну, и при этом исторически, соответственно, тоже у тебя будет отличаться алхимик, и ведьма, да, ну, как бы большая разница. И что там из этого элитарно, что доступно, что проклятие. Большие вопросы, большая разница. Меня тут также спрашивают вообще про открытие этой оптики и какие исследования книги. Ну, и чтобы не грузить большими всякими объёмами, я в первую очередь советую всегда канал «Академические исследования ведьм». Да, «Ведьм», по-моему, называется. Там очень много академических исследований ведьм, да, про как раз академические исследования ведьм. Вообще многие современные ведьмы вписаны в Академию и пишут сами работы про свои практики, про их историю. Вот. Советую начать с этого. Там не так много именно про деколониальность непосредственно, но большинство этих текстов, вот, деколониальные дискурсы выстраиваются сами. Оттуда уже можно брать ссылки и как-то дальше погружаться. Ну, то есть, я считаю, лучшей точкой входа этот канал. Ну, вот. Так вот. Где можно искать магическое знание, в котором децентрированная позиция у практикующих и нейерархии директивность? Это многие, на самом деле, современные практики, ну, у которых вы найдёте блоги, те же каналы, магические школы, арт-практики, которые занимаются магией. Ну, из... Будет разный градус центрированности и децентрированности. Вот кто-то знает, даже, да, академические исследования видны. Ну, например, в России, в Казахстане есть два разных филиала магазин Modern Magic. У них есть основательница Лида Павлова, и она художница, и ведьма, и у неё есть блог, и различные мероприятия, уроки. Вот, мне кажется, она из один, из один больших трансляторов, во-первых, такого сочетания, некоторых синтеза научного мировоззрения и магического, и при этом такой очень демократичный, современный подход. Чуть больше директивности, много классных примеров существования магических систем знания в контексте, когда нам надо отчитываться перед научностью. у них, боюсь, ошибиться с фамилией, но блок-аккаунт SoberMagic, кажется, Караулова фамилия, да, Галя Караулова, вот тоже популяризаторка магии ведьмы, но у неё, ну, другой немного оттенок подхода. Это вот крупные, например, блогеры, крупные русскоповарящие ведьмы. А так... Школа Потоки есть в Петербурге, у неё больше арт-подход, можно вот их тоже погуглить. В общем, есть всякие места, но когда мы сталкиваемся с ассоциацией, каким-то объединением, там, конечно, выше риск, что это иерархия, директивность, то есть всякие школы, золотой орден золотой зари или что-то подобное. Поэтому искать и не сдаваться... Таких практиков очень много, просто потому что, ну, так же много людей, у кого в целом демократическое норовострение и для кого значимое магическое подключение к миру. Поэтому это стереотип, что большинство современных эзотериков директивны. На мой взгляд, это стереотип. Вот так. Я захватил всё пространство перерыва. Очень некомизонтально. Ну, да, но мне приятно, что это много кому интересно. Да, ты знаешь, я искала каналы, и там всё про ведьм. Я про других не нашла. Какие-то другие практики магические, что, с одной стороны, очень круто. Это мой байс тоже, в том числе, потому что я не про шаманизм, а про русские западные традиции. Они только есть. Ну, то есть, не знаю, я, конечно, не эксперт, но я много времени потратила, поэтому, мне кажется, да. Вот. Ну, надеюсь, появятся ещё какие-то классные штуки. Я тут вас прерву. Сейчас продолжу. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok